Меня зовут Юлия Подопригора, и я являюсь научным консультантом Виртуального музея немцев Казахстана. Сегодня мне хотелось бы рассказать о интересных предметах, представленных в коллекции виртуального музея. Например, о таком предмете, как фунтница. Немецкие хозяйки использовали фунтницу для удаления лишней жидкости, формовки и фасовки такого замечательного молочного продукта, как масло. Например, в семье оставался избыток масла, и для того, чтобы его продать, его необходимо было взвесить, его необходимо было сформировать каким-то образом. Весы – это достаточно редкий предмет в домах 19-го, начала 20-го века, поэтому на помощь приходила фунтница. В Поволжье у немецких колонистов существовала традиционная немецкая кровать, на раме которой вырезалось имя хозяина и дата его свадьбы или женитьбы. А на карнизе укладывались красиво мелкие подушечки. Остальные члены семьи укладывались спать либо на полу, либо на предмет, который называется скамья-диван. В минонитских поселках Казахстана эти предметы изготавливались местными умельцами, окрашивались в красивые яркие цвета, и они были очень функциональны, потому что внутри можно было хранить постельные принадлежности. Сегодня в коллекции виртуального музея есть несколько подобных экспонатов, изготовленных в разных регионах Казахстана. Например, в Павлодарской области, в минонитских поселках в начале 20 века такие предметы изготавливали мастера минониты. Также в Кустанайской области, в Лисаковском музее есть подобный экспонат. Сегодня на странице виртуального музея Казахстана вы можете увидеть такой экспонат, как шкатулки. Помимо того, что они выполняли утилитарную функцию, они служили еще предметом интерьера. Как правило, они были украшены резьбой по дереву, окрашены в яркие красивые цвета. Но интересно, что еще существовал такой обычай, как приглашение на свадьбу с помощью таких предметов, с помощью шкатулки. Жених и невеста составляли список приглашенных, клали этот список в шкатулку и относили эту шкатулку в первый дом по списку. Затем эта шкатулка передавалась всем указанным в приглашении. И самый последний по списку возвращал эту шкатулку вместе со списком жениху и невесте. И тем самым решалась проблема приглашения гостей на свадьбу. Одним из уникальных экспонатов в коллекции Виртуального музея немцев Казахстана является платье, принадлежащее Зигле Атиле Эммануиловне, проживавшей в Семипалатинской области, депортированной туда с территории Азербайджанской ССР, с немецкой колонии Хелениндорф. Это платье уникально тем, что оно является ярким образцом городского женского платья начала 20 века. Его носила красивая женщина, которая даже, пережив все ужасы депортации, спецпереселения, сохранила эту уникальную вещь в своем гардеробе, в своем сундучке и передала память о себе потомкам. Продолжение следует...